И Бутину Значит, я хочу начать с благородения дяди Юрия, что вы меня взяли из семьи Ахрибутина в русскую школу и решили с нами учиться вместе. Спасибо. Всех Ахрибутина. Значит, как я к вам говорю, спасибо, что вы меня взяли в девятом классе. Я один, похоже, первый выпускник, который не был с рождения этого русского школы. Да, было трудно вместиться, когда у всех есть такие воспоминания, вот эти все спектакли, лагерей и это все. Но хочу задавать большое спасибо дяне Славе, что вы меня таким культурным сделали. Еще вероятно, что она помогла мне с русским языком и научила меня писать получше, говорить и немного заинтересовала в русской литературе. И еще надо задавать полное спасибо Ере Хаперской, что она помогла мне много, законам Божьим. Вы учили слов перед спектаклем неделю до его. Еще надо Тетя Клава и Тетя Катя дать спасибо, что вы решили со мной работать во время спектакля. В детстве Марина Багрова, что она вот эти великолепные выпускники выпускной спектакля дает, полное спасибо. Еще, похоже, вот я думал, что раньше, до встречи с ней, что я был самый большой парад хоккей здесь. Вот я люблю хоккей до конца, но Тетя Ангелина Полтораков тоже меня поддерживала хоккей и даже приходила на матч один на приглашение. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо еще хорошее благодарение отдать Ере Тазина, что она при помощи коккей принесла мне и мою семью вот это в русскую школу, потому что мы никогда не слышали о нем. При помощи Е я появился здесь, вот видел многие хорошие друзей. И можно сказать спасибо всем остальным, что вы решили со мной 4 года провести и вы не сбежали от меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо тебе за большое будущее! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ачестат выдается Дарьи и Чиновой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляем тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день всем! В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за то, что вы все здесь сидите и поддерживаете ваших детей, друзей и нашу русскую школу. Ведь это так важно! Теперь я с большим уважением хочу поблагодарить Владу Гандарника, отца Григория и всех других цикловных служителей за то, что вы совместно помогли мне понять и полюбить православную веру. Я тоже хочу поблагодарить Татьяну Алексеевну и дядю Юру. Они так много делают для нашей школы, и мы иногда забываем поблагодарить их. Это же не их должность сделать это. Теперь я хочу перейти к моим замечательным учителям. Дядя Коля, в вашем классе я так много чего нового и интересного узнавала. О том, что мы беседовали в классе, я всегда делилась с мамой, с папой и с друзьями. Я благодарю вас. Инна Яковлевна, вы с такими знаниями каждую субботу входили в наш класс. Сидя там за партой, вы погружали наш мир Достоевского. Каждые его произведения, которые мы проходили, стали понятными и живыми, как в фильмах. Я благодарю вас. Дядя Максим, вам была одна самая сложная задача – заинтересовать меня в истории. И хотя это было нелегко, вы смогли это достигнуть. Я благодарю вас. Теперь я тоже хочу поблагодарить всех учителей в нашей русской школе. Вы отдаете ваше время, чтобы сохранить нашу русскость. В каждого ребенка вы с любовью внушаете русскую культуру. Но больше всего я хочу поблагодарить моих родителей. Несмотря на много слез и ссор, они никогда не прекращали верить в меня. Только из-за их усердия и сил я сейчас стою перед вами. Из-за них я могу вам всем сказать спасибо за свои знания о русском языке, литературе, истории и законах Божьего. Я не буду вам рать и говорить, что я буду скучать в пресипации рано утром по субботам. Или что я не рада, что я в 2018 году заканчиваю школу. Но я вам всем честно скажу, что я не жалею своего времени в русской школе. И хотя я очень долго ждала этого дня, я могу вам точно сказать, что я буду с радостью вспоминать нашу русскую школу. За это вам всем спасибо. Теперь я и маленькое хочу слово сказать вообще всем, которые сидят здесь. Все родители знают, что это нелегко наших 17 дней каждую субботу разбудить. Мы все всегда говорим, что мы не хотим. И если это еще не случилось, то это скоро будет. Но никогда не прекращайте нас толкать в русскую школу. Это так важно, чтобы мы учили нашу русскую культуру и продолжали быть русскими. Спасибо. Поздравляем тебя, Даша, очень хорошо. Совершенно права. Мне каждую субботу в желудок болит живот, болит. Моя жена меня выпихивает идти в русскую школу. Стату дает сейкоседини Сумберак. Спасибо. Еще один класс заканчивает русскую школу. Я буду очень скучать по всем вам. Столько лет я и мои одноклассники смотрели, как наши родители, наши учителя и все другие взрослые мучились с нами. Нас поднимали рано по субботам и заставляли идти на шестой день школы. Зачем, я спрашивала, каждую неделю. Американская школа не увидит наши ассистаты. И колы же не будут знать, как хорошо тетя Катя нас научила петь конь. Зачем мы едем? Каждую неделю мама отвечала на мой вопрос одинаково. Иди чистить зубы. Но мне очень нравилось ходить в русскую школу. Если опаздываешь, дядя Юра тебя встречает с... Добрый вечер. Если у вас не самое лучшее утро, улыбка Джонсона все лечит. Половина времени вы на нас орали. Половина времени вы с нами сменялись. И мы вас очень любим за... За... И за обои причины. Во время этих быстрых лет мы научились, зачем мы ходим в русскую школу. Потому что мы так любим быть русскими. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас... АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас... Как родители выпускного класса, мы хотим сказать спасибо И поблагодарить, между всеми, конечно же, нашу школу. И я очень волнуюсь. Я в этой школе 12 лет работала, даже больше. Не могу себе представить, как мы сможем попрощаться. И мы приготовили маленький подарок. Очень, я надеюсь, важный, технически важный подарок для школы, для нашей компьютерной комнаты. И на память арбом. Наверное, здесь фотографии за 11 лет набрались все наши спектакли с самого начала. И так что вы тоже посмотрите. Большое спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И у нас, Герорького, кухонка. АПЛОДИСМЕНТЫ Немножечко хочу сказать тоже. Я совершенно не готовилась. Это вот так от души. Действительно, моя вторая дочь в этом году выпускается, Даша. И нелегко иногда бывало, конечно, их вытащить в русскую школу, и все вы с этим сталкиваетесь, безусловно. Но я без конца благодарна, и я знаю, никогда не откажусь от этого, что это огромная заслуга наших учителей, нашей школы. И все должны продолжать, конечно, родители не сдаваться, потому что это все равно, так или иначе, когда они впитывают и стараются, и потом находят и общего, это создает такую теплоту, я не знаю даже, как объяснить, но вы все с этим тоже сталкиваетесь и проходите это все. Поэтому, как моя дочь сказала, не сдавайтесь, если кто-то сомневается приводить в русскую школу, нет, нет времени, находите это время. Это действительно то, что дорого, ради чего мы собираемся, ради чего мы стараемся наших детей играть. И действительно иногда и мне не хочется, и есть дела, и работа, но приходишь туда, я лично прихожу туда, я с таким удовольствием, как выезжаю из дома, у меня настроение все ближе к школе, поднимается, поднимается, поднимается. У нас такой чудесный коллектив. Такие вкусные обеды. Спасибо большое, спасибо, спасибо, Лене. Другой Лене. Мы в последний шедерах говорим все, все это от души. Пожалуйста, приводите детей в школу, не сдавайтесь, и всего хорошего. Да, да, спасибо вам. Я надеюсь, что ты поняла, что ты подписалась еще на 10 лет тому же. Я сейчас хочу сказать, у нас осталось немного аттестантов, но это за блестящую посещаемость. 26 суббот, хочу, чтобы все были вот эти дети, которые сейчас будем их имена читать. Так что приходите, получайте вашу грамоту. Вероника Ягнюк, Анастасия Мишневская, Анастасия Мишневская, Георгий Николин, Ария Мишневская, Иоанн Николин. Иоанн Николин, Ира Зуденко, Всего Минина, Вероника Ланзак, Вероника Ланзак. Медаль за русскость это будет последнее, только чтобы потерпеть еще, но мы хотим...